Очень удовлетворяется место. Это выражение. Через месяц в путешествии познакомились. Приехал туда в качестве гостя. Рассказал о своем желании. Через вас вспоминали добрым словом. Спасибо. Хорошая энергия в обмен. Это всегда очень здорово. Как эффективно читать книги и учиться, чтобы все запоминалось? У каждого эффективность, она своя. Повторюсь, ваш мозг берет из книги то, что нужно сейчас вам на данном этапе. Он не берет лишнюю информацию. Когда вам захочется пересчитать книги, то вы вернетесь к этой книге и увидите, что вы получите книги. Свекла налил. Как остановиться? Обнимаю. Иришка, привет. Вот сейчас в эфире со мной великолепный просто психотерапевт, психолог Ира Маслова. Вот ее ника Ай Маслова, коуч. Девочки, у нее тоже есть великолепный курс, который называется «Женщина генезис». Я вам очень рекомендую почитать Иру. Послушайте ее прямые эфиры. Невероятно умная баба. Иришек, за тебя. Ты коньячок, я просека. Добрый вечер. Раньше вы общались с Элей, сейчас не общаемся. Нет, мы не общаемся. Я не терплю некоторые поступки людей, и поэтому они перестают быть моими друзьями. Очень понравился молодой человек, пригласила на ужин, поблагодарил потом, но больше особо не пишет. Сказал, что в следующий раз ужин у него, но молчит и практически не пишет. Ну, Лилечка, прочитайте, пожалуйста, книгу, которая называется «Вы просто ему не нравитесь». Не обижайтесь на этого мужчину. Ему неудобно вам сказать, что вы ему не понравились. Он не хочет вас обижать, но я могу вам это сказать, как человек, который понимает, что происходит. Просто забейте на него и идите дальше, ищите другого человека. Что там, зайка? Вот тут вот Натулик Зубарева в эфире. Написала, что про член смешно. А что там было про член? Что-то я уже забыла. Что-то было, да? Так, сейчас отмотаю. Я живу в Москве. В 60 лет не вариант ли найти вторую половинку? Еще какой вариант? Какой еще хотите проект создать? Да, вот я сейчас заканчиваю проект «Совершенная женщина». Я сейчас делаю по самооценке курс. Я постоянно забываю, чтобы рассматривать новые подарки для него. Все мои проекты можно найти у меня по ссылке в шапке профиля. Большое спасибо. Мы пивасик пьем. Светлана, браво! В каждом ответе много мудрости. Мне 53 года. Слушаю, читаю и восхищаюсь. Девочки, слушайте Свету. Большое спасибо. Очень приятно. Так, еще отмотаю. Как быть с мужем знакомы 6 лет? В браке 2 года, ребенку 2 год. На сегодняшний день не уверена, что наша любовь прежняя. Не можем найти общие темы и вернуть любовь. А что вы для этого сделали? Что для вас самая сильная мотивация? Самая сильная мотивация – это цель. Вот когда вы ставите себе цель, вы к ней идете. Это и есть ваша самая сильная мотивация. У меня есть очень красивый листок. Мне оформила его личная помощница. Там написаны мои планы на этот год, что я должна сделать. И каждый раз, когда я закрываю тот или иной вопрос, я ставлю себе зеленую галочку. Меня это тоже очень мотивирует. Когда знакомишься мужчиной, стоит ли сразу говорить про 4 детей от первого брака? Или потом плавно? Стоит поставить галочку в анкете, что у вас есть дети. Но он, конечно, в обморок упадет, потом все равно. Но что делать? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. На какой? Моя бабушка встретила свою половинку в 83 года. Вот это вообще огонь. А вы говорите, в 60 нельзя. Как научиться себя полюбить? Есть ли у вас такой курс? Вот, Алия, как раз готовится курс «Совершенная женщина». Я вас уверяю, что после этого курса у вас крылья за спиной будут, перекрывающие все пространство. Какой цвет у вас и краска? У меня не крашеные волосы, у меня свои натуральные. Почему смотрят и знакомятся со мной одни женатики? Поведение никакого не показывает, но они так и липнут. Приходите на мой курс и узнаете, ответите на свой вопрос сразу же. Мы все это разбираем. Как отличить любовь от привязанности друг к другу? Вы знаете, очень часто любовь – это и есть привязанность. Зачем вы разносите эти понятия? Два. Я вообще их не разношу. Ну как? Для меня эти понятия, они очень перекликаются сильно между собой. Есть ли будущее в отношениях на расстоянии? Нет, нет. А если ребенок инвалид на коляске, стоит ли говорить сразу? Оль, если только этот вопрос поступил в переписке, я бы сказала. Потому что зачем тратить свое время ходить на свидание, если мужчина это отпугнет? Ну зачем тратить время и свое, и человека? Парень-алкоголик обещает бросить, но не может оставить его или верить, что исправится. Нет, Оля, не оставить, бежать волосы назад. Спасибо, девчонки. Добрый вечер, помогите разобраться. С мужем разведены, вроде общаемся, норма, но периодически бывает агрессивен ко мне в словах, но при том говорит, что желает мне лишь добра. Так, помогите, разведены, вроде общаемся, норма. Так, бывает агрессивен. Ну, а вы с ним с какой целью общаетесь? У вас дети общие или как? Дело в том, что он же агрессивен от того, что у него не сложилась семья с вами. Это первое. Второе, возможно, он не реализовался как мужчина. Для мужчины это очень важно быть реализованным. Что это такое, Дим? Это в меня стреляют. А, это в тебя стреляют, пожалуйста. Там убей всех, чтобы не стреляли. Муж не любит общаться со мной и причины не говорит. Что делать, как мне быть? Одна из причин, другая женщина. Передайте привет Саше Чебаненко. Она вас любит. Саша, передаю вам огромный-огромный привет. Добрый вечер. Повторите рецепт вчерашнего пирога. Я, девочки, делаю для вас очень красивый электронный буклет с рецептами от моей бабушки, от моей мамы. Рецепты, которые готовлю я. Он будет очень красивый. Я делала с профессиональным фотографом его. Когда будет готов, я его выложу по ссылке, там же, где мои проекты, сделаю анонс. Какие бывают кризисы в семейной жизни? Как на практике? Не бывает кризисов 3-7 лет. Все это полная чушь. Кризисы создаем мы сами, когда мы устаем друг от друга и надо немножко отдохнуть. Мы с мужем любим отдыхать без детей. Это всегда что-то новое в отношениях. Мы стремимся проводить время дома. Дети сейчас подросли. Мы поехали и уехали с мужем посидеть вдвоем в ресторан. Родителям необходимо быть вдвоем иногда. Путешествовать просто в кафе, просто в кино. Это делать необходимо. Как думаете, сколько будет длиться ограничения? Ну, я думаю, что не одну неделю. Я думаю, две как минимум. Так, как пережить расставание? Если парень решил расстаться, еще в конце расставания обвинил во всем меня и сказал, что я ничего хорошего ему не дала. Настя, ну, ваш парень просто еще молоденький очень, и он не может взять ответственность за все произошедшее на себя. Ведь очень просто, легче всего обвинить человека, правда, другого, сказать, что это он козел, а не ты козел. Как пережить расстояние? Расставание очень просто. Зайти на сайт знакомства, начать знакомиться с другими мужчинами. Это очень поднимает самооценку. А там, глядишь, любовь найдете. Мы с мужем живем больше 10 лет. У нас все хорошо, двое детей. Проблема, он мало зарабатывает, не хватает на жизнь. Что делать? Разводиться. А вы зарабатываете? А вы как-то помогаете своему мужу? Вот этот вопрос меня очень интересует. Стану вы потрясающе. Спасибо вам большое. Каду, как думаете, может ли сначала партнер говорить, что относится как к подруге, а потом говорить, что есть чувство? Существует ли любовь к одному человеку? Ну, понимаете, мужчины же иногда стесняются. Он может говорить, что ты мне друг, а потом раз и перестал быть другом. Конечно, бывает. Читаю вашу книгу, очень настроение поднимает. Люблю, вы мой кумир. Лена, спасибо большое, мне очень приятно. Как построить отношения на сайте знакомств на расстоянии, в условиях карантинов и закрытых границ? Перетерпеть. Спасибо. Кто-то даже ест вот сейчас мой пирог. Блин, так есть тоже хочу. Я уже с вами сижу, неприлично есть перед вами, но хотя бы ягодку съем. Есть ли в плане нескучный этикет? Часть 2. В плане есть сделать книгу подарочной и добавить туда новые главы. Сколько детям лет? 11 и 7. Мне 39, ему 58. Он хочет ребенка, а я боюсь, так как не молотон. Слушайте, ну разница большая. Да, тут как бы я поспорить не могу. Но я видела таких мужчин в 58 лет, которому легко там по 45 даже. Как говорится, есть еще порох в пороховницах. Может ли хороший мужчина начать изменять, но не уходить от жены? Жена пилит. Может ли таким образом выдерживать брак? Ну есть случаи именно, когда она виновата. Всегда виноваты оба. Может ли хороший мужчина начать изменять? Изменять любой мужчина может начать изменять. Доброй ночи. Я сейчас буду с вами уже, друзья, сворачиваться, потому что у меня осталось 10%. Поэтому читаю последние вопросы. Я отпускаю вас спокойной ночи всех, а сама пойду работать. У меня работы столько, что вообще все 5 дней буду сидеть. Куча-куча всего надо для вас делать. И с рецептами, и не с рецептами. В общем, завал. Почему? Что за отношения такие? Мы с мужем жили раздельно полтора года. Чуть не развелись. Кое-как семью в кучу собрали. Потому что мужчина привыкает жить без своей женщины. Поэтому у этих отношений нет перспектив. Одно дело, когда реально моряк, и это просто работа и профессия. Ты приняла его с такой профессией. А другое дело просто расстояние, отношение на расстояние. Нормально. Скажите, пожалуйста, как вам массажер для лица? Он офигенный. Рефа. Просто шикарная вещь. Шикарная. Нити или ботокс. Это тоже влияет. Как быть? Познакомилась с парнем. Однажды виделись. Сказал, что очень понравилось. Но он вечно занят и не получается. Значит, не понравились. Так, это что тут за у нас? Харен опять какой-то появился в эфире. За три месяца один месяц пошли вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.